Завоз грузов в Якутии идет в плановом режиме. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил заместитель председателя комитета по безопасности жизнедеятельности Виталий Чикачев. Сейчас идет интенсивная отгрузка в пункты рек Арктического побережья. С опережением идет отправление лесных и строительных грузов. Нергияна Егорова продолжит. Как идете, как погодные условия? Волнение есть? Нет? Небольшое, да? Хорошо, понял, принято. Вот так каждый день идет мониторинг состояния флота в онлайн режиме. В верховьях реки Алдан наметился подъем уровня воды. Планируется наверстать повышением коэффициента загрузки флота. Мыс Борхая и Янский залив забиты десятибальным льдом. В данных условиях работа флота невозможна. Также открыт для судоходства бар реки Яна, где указаны гарантированные глубины. Северные, в Арктические районы у нас отправление идет, согласно графику. Объемы снижены по сухогрузам. Связано это с тем, что отсутствие перевозки каменного угля, отправление с Осетрова. Потом также у нас в связи с мелководьем на реке Алдан снижены отправления тоже каменного угля с шахты Джабарики Хая. Нефтепродукты у нас уже тоже отправляются. На сегодняшний день уже доставлен газоконденсат. Это поселок Тикси. Перевозка дистоплива и каменного угля идет в плановом режиме. По реке Лен основная масса нефтепродуктов через Усть-Куть уже отгружена и доставлена до пунктов назначения. Также компанией Сахаэнерго ведется доставка топлива по реке Колыма до Зырянки. На сегодняшний день из запланированных поставки 71 970 тонн дизельного топлива отгружено порядка 31 тысячи тонн и порядка 15 тысяч тонн доставлено до пунктов назначения. В настоящее время начаты отгрузки дизельного топлива и каменного угля по Североморскому пути направлением на Баррике Яна для нужд энергообъектов Усть-Янского и Верхоянского Улусов. Сегодня на брифинге заместитель госкомитета Виталий Чикачев заверил, что завоз идет планово, серьезных проблем нет. От запланированного объема половина отгружена, хотя есть и отставание на 2% чем в прошлом году. В итоге автозимника, который у нас сложился, очень тяжело и мы часть объемов грузов, которые не смогли доставить до пунктов назначения, мы перенесли ее на навигацию. Этот объем у нас составляет 36,4 тысячи тонн и на сегодняшний день тот объем, который у нас запланирован был в навигацию, у нас сегодня составляет 70% доставки. В направлении Среднеколымска перевозка начнется к концу первой декады августа. К отопительному сезону доставка в северные и арктические Улусы будет произведена в полном объеме.